Златоруста, отрывок истолкование на послание Калассянам. Будем благодарить Бога во всех случаях. Благодарить счастье нетрудно, здесь самая природа вещей побуждает к тому. Достойно удивления то, если мы благодарим, находясь в крайних обстоятельствах. Если мы за то благодарим, за что другие злословят, отчего приходят в отчаяние. Смотри, какое здесь любомудрие. Во-первых, ты возвеселил Бога. Во-вторых, посрамил дьявола. В-третьих, показал, что случившееся с тобою – ничто. В то самое время, когда ты благодаришь, и Бог отъемлет печаль, и дьявол отступает. Если ты приходишь в отчаяние, то дьявол, как достигший того, чего хотел, становится возле тебя. А Бог, как оскорбленный хулою, оставляет тебя и увеличивает твое бедствие. Если же ты благодаришь, то дьявол, как не получивший никакого успеха, отступает. А Бог, как приявший честь, воздаяние награждает тебя большей честью. И не может быть, чтобы человек, благодарящее несчастье, страдал. Душа его радуется, делая благое, имея чистую совесть. Она услаждается своими похвалами. А душе веселящейся нельзя быть печальной. Там в отчаянии, вместе с бедствием, еще наказывает совесть. А здесь она венчает и провозглашает. Нет ничего святее того языка, который в несчастьях благодарит Бога. Он поистине ничем не отличается от языка мучеников. И получает такой же венец, как и тот. Ведь и у него стоит палач, принуждающий отречься от Бога богохульством. Стоит дьявол, терзающий мучительными мыслями, помрачающий душу скорбью. Итак, кто перенес скорбь и благодарен Бога, тот получил венец мученический. Если, например, болит дитя, а мать благодарит Бога, это венец ей. Не хуже ли всякой пытки скорбь ее? Однако же она не заставила ее сказать жесткое слово. Умирает дитя, мать опять благодарит Бога. Она сделалась черью Авраамова. Хотя она не заклала дитя своей рукой, но радовалась над закланной жертвой. А это все равно, она не скорбела, когда брали в ней дар Божий. Когда постигнет тебя какое-нибудь горе, думай о больших бедствиях и получишь достаточное утешение. Подумай, что если бы пришлось умереть на войне, что если бы в огне, если будем думать о несчастьях больших, чем те, которые мы терпим, то получим достаточное утешение. Будем размышлять или о тех более тяжких бедствиях, которые другие терпели во все времена, или о тех, которые мы сами терпели когда-нибудь прежде. Такое и Павел дает наставление, когда говорит, вы еще не на крови сражались против греха. И в другом месте, вас постигло искушение не иное, как человеческое. Итак, находясь в беде, будем размышлять о больших бедствиях. А найдем такие, и тогда будем благодарны. Но более всего будем усердно благодарить Бога за все. Таким образом, и несчастья прекратятся, и жить мы будем в славе Божией, и получим обещанные блага, которых, да удостоимся всем мы, благодатью человека любим, Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне пресной, во веки веков. Аминь. Том 11.